Узнать не может. Сейчас будет опять коронавирус. Говорят со мной. Вторая волна будет. Я не знаю, как это все будет происходить. Будет и на самом деле. Но мы должны с вами быть подкованы. Мы должны знать, к чему мы придем. Возьмем с вами платформу Instagram. С чего начинается наша платформа Instagram? Она начинается с вашей упаковки. Это аватарка. Наталья серьезно занялась этим делом. Я буду поглядывать, чтобы ничего не упустить. Это упаковка с вами. Упаковка. Что такое упаковка? Это тогда, когда мы с вами делаем красивую аватарку. Мы пишем, шапочку оформляем, да, профиль, что мы делаем постоянные сторисы, мы делаем красивые фотографии, мы их обрабатываем. Дальше у нас с вами идет целевая аудитория. Что такое целевая аудитория? Для некоторых это просто космос какой-то. Что такое целевая аудитория? Это те люди, которым вы будете интересны. Это те люди, которые будут за вами следить, которые у вас будут слушать, которым вы будете нравиться. Как определить целевую аудиторию? Самый простой тест. Посмотрите на себя в зеркало и опишите в себя свою радость, свою беду, свое горе, свои какие-то там, ну, с чем вы сталкиваетесь в жизни, да, свои страхи какие-то, да, свои проблемы и так далее. Вот это и будет ваша целевая аудитория. И когда вы пишете тексты, вы пишете конкретно и обращаетесь к нему на «ты». Почему? Лайфхак. Потому что когда вы читаете текст, вы думаете, что она пишет вам. И вы это примеряете на себя, на свою школу. Понимаете? Некоторые пишут «вы, вам, для вас, пишите на «ты». Мы все на «ты». Дальше у нас с вами должен быть качественный контент. Когда я первый раз изучала в Инстаграме, думаю, что такой контент. Но потом-то я уже начала. Контент – это текста, который находится под фотографией. Когда мы с вами делаем текста, мы пишем какой-то текст. Это еще фото-видео. Фото-видео, как? Конечно. А вы, может, мне будешь помогать? Говорить один. Контент – это все. Упаковка – это видео, фотографии. А контент – это то, что вы даете людям. Какую-то полезность, какую-то свою жизнь. Костом затрагиваете компанию. То есть, что дала вам эта компания. Вы рассказываете свою историю, лайф-стори. И потом рассказываете. А вот если бы ты пришел и выслушал меня про компанию, у тебя было бы точно так же. Почитайте Инстаграм. Я вам оставлю странички, я уже написала. Посмотрите, как это делается. Этому можно всему научиться. Габиратинг – это не такая сложная история. Можно всему научиться. У меня есть телеграм-канал, куда я могу любого из вас включить. Я там включаю все фишки, все лайфхаки Инстаграма. Потому что это такая платформа, быстро меняющаяся. И там каждый раз алгоритмы работы меняются. Дальше у нас самое интересное. Это то, о чем спрашивают. И то, чего не хватает многим – это трафик. А где я буду брать людей? Слышали, да? Я не знаю, где брать людей. Есть еще такая фраза, да? И видите, у кого такой был вопрос, у партнеров. У всех. Все с этим столкнулись. Вот трафик. Вот мы сейчас к нему подойдем очень близко. Он есть технический, то есть платный. Платный. Это у нас таргетированные рекламы, это блогеры платные. И органический. Платный не будем брать. Возьмем органический. Дойдем сейчас до него. Органический возьмем. Очень легко и просто. Главное – делать. Ну и дальше, естественно, после того, как вы трафик находитесь, у вас будут входящие. Вот я работаю уже с входящими. Входящими. Ольга тоже работает с входящими. Потому что все это мы уже сделали. Вот как только вы это сделаете, Упаковку. Это правда, что плохо пишет. Упаковку. Определитесь с целевой аудиторией и сделайте грамотный, качественный контент. У всех, может быть, спотыкаться будете на целевой аудиторию, вы не будете понимать, как вы ее находите. Вспоминайте сразу мои слова. В зеркало посмотрите себе, пишите себя. И пишите для себя, что важно для вас. Как вы можете решить свою же проблему и поделиться с этим народом. Все. Вопрос решится. У вас будут входящие просто, просто ваунгуют. Вот эти вот три момента решите. С трафиком проблем не будет. Теперь давайте пойдем к органическому трафику. Как его делать? Все, мы будем ручками. Ручками, ручками. Сами будем работать. Не будем никого просить. Нам не нужны люди, которые будут за нас работать. Нам нужны свои. Итак, первый вариант. Первый вариант. Когда мы сами делаем контакт, мы его делаем разнообразным. Мы делаем развлекательный пост. Это розыгрыши, подарки и так далее. Для чего это делается? Когда человек хочет какой-то подарок, какую-то халяву, он всегда придет к вам на страницу, он подпишется, он все сделает для того, чтобы попасть к вам в объектив. Правда? Вы же ему обещаете подарки не просто так. Подпишись, поставь лайк, сделай сохрани, напиши своих друзей. Это ваши личные, это ваши прямые люди, которые к вам будут подписаны на страничку. Вот с помощью розыгрыша и подарков у меня в день практически по 100 человек заходит. Дальше. Обязательно используйте лайк таймы. Что такое лайк тайм? Это когда идет атака на ваш пост. Сделали пост, сделали лайк тайм. Лайк тайм это так. Сделай, подпишись на мою страничку, сделай три лайка на последние мои три поста и напиши внизу готово. То есть это у тебя сразу и комментарии, и сохранения, и лайки, и еще наоборот подтягиваться, потому что каждый, кто будет сохранить твою страничку, они будут делать то же самое. Охваты вырастают в разы, и ваш пост уходит в топ. Что такое топ? Это центральная страничка, где все вашу страничку видят. И оттуда уже люди будут заходить к вам, им будет интересно. Но для этого у вас должна быть красивая упаковка. Должна быть яркая фотография. Если вы сделаете лайк тайм на цветочки, на эти какие-то кошечки, собачки, никому не интересно будет. Всем интересно посмотреть на вас на красивую или на красивую вам. Правильно? Поэтому делаем красивую фотографию, яркую, привлекательную, и лайк тайм. У меня есть чат, где мы можем прям атаки сооружать. Сто человек даже, что не будут участвовать, у вас всегда будут в топе фотографии ваши и посты. Репосты. Что такое репост? У всех под фотографией есть три значка. Сердечко, самолетик, и сохранить. Вот самолетик, этот самолетик как раз таки вам нужно использовать, откажите другу. Вы там называете, вы становитесь, у вас выпадают ваши подписчики. Вот я так посты продвигала на Челябинск. Выпадают подписчики. Каждому. Отметьте каждому. И напишите. Привет. Слушай, я хочу, чтобы этот пост увидели как можно больше людей. И хочу позвать на мероприятие. Помоги, пожалуйста, разошли там, или отправь, пожалуйста, в сторис мой пост. Поверьте мне, когда вы относитесь к людям по-человечески, и к вам тоже по-человечески, каждый захочет вам помочь. Это же бесплатно и несложно. Правда? И вы обменяетесь аудиторией. Называется еще вторая. Второй момент взаимный пиар. Например, у меня тысячу человек. Я быстро говорю. Если кому-то непонятно, задавайте вопросы. Или все понятно? Понятно. Заимный пиар. Это вот, допустим, у вас тысяча человек подписчиков, и у меня тысяча человек. Но мы не должны сами одним бизнесом заниматься. Мы должны взять какого-то другого человека, который занимается другим, например, сетевым. Или, может быть, вообще чем-то другим занимается. Или просто он блогер, да, собирает аудиторию вокруг себя. Вот вы говорите с ним, давайте мы с вами вместе выйдем в прямой эфир. Давайте мы с вами просто делаем, да? Я у вас размещу, а вы у меня разместите. Давайте в сторисы закинем свой пост там, да? Или там еще какую-то историю в сторис запишем и так далее. Это и будет взаимный пиар. Поверьте мне, вот с помощью взаимного пиара очень много людей переходит. То есть вы обмениваетесь аудиторией. Его аудитория придет к вам, а ваша аудитория придет к ним. Очень классная. Такая, знаете, коллаборация происходит. Вот пять методов я вам сейчас покажу очень быстро, которые вам будут очень полезны. И, конечно же, аудитория блогеров. Есть платные блогеры. Аудитория блогеров. Есть платные блогеры. А есть бесплатные блогеры. Такие же, как и мы с вами. Мы мечтаем стать миллионерами, но мы же сразу установимся и неправда мы для этого что-то делаем. И блогеры точно так же набирают свою аудиторию. Откуда? Вот делают и то же самое делают. Сделают взаимный пиар. И говорят потом, ребят, у меня уже вот 10 тысяч подписчиков, и я готов платно вам дать рекламу. Но вам нужно аккуратно к этому относиться. Чтобы вы сейчас не наделали ошибок, поднимите руку, у кого выше образование есть. Ну, не так много, да? А у кого нет выше образования? Все стороны. Все стороны. А теперь поднимите руку, у кого есть уже встречи, кто уже проводил живые встречи. А есть люди, которые меньше 20 встреч проводили? Меньше 20. Ну, поднимите руку, если, чтобы я понимала. Я просто сейчас вам дам одну метафору, очень полезную, чтобы вы тоже понимали, у многих людей, у которых есть выше образование, они иногда неправильно поступают. И чтобы вы не наделали ошибок те, которые вы наделали сами, я вам сейчас покажу кое-что. Я нарисую вам две бутылки. В одну бутылку залетела тупая муха. А во вторую бутылку залетела умная пчела. Умная такая, вся умная, с высшим образованием ее учили. И она училась. И она такая вся прилежная была. И вот мы с вами сейчас одни с высшим образованием, вторые без высшего образования. Как нас учили на высшем образовании? Мы все нас учили. И вот как? У них одна задача выбраться из бутылки, чтобы не умереть. Вот пчела, которую учили, вот она бьется, бьется, бьется об это донышко, бьется, бьется. Все делает, как мы ее учили. И она не видит больше ничего. У нее высшее образование, может даже не одно. В итоге она умирает, потому что нет у нее выхода. Все в рамках, все в рамках. И пчела такая. Она не очень, да? Она тупая. Она такая и вылетела. А знаете почему? Она тупо действовала. Вот тупо. Помогайте мне? Сейчас я вам буду писать. У нас есть четыре варианта, четыре слова, которые нам позволят улучшить результат. Даня, рука в порядке, их нужно расставить, вы мне сейчас поможете. Это у нас действие. Это у нас творчество. Это у нас знание. И понимание. В каком порядке лучше сделать? Кто знает ответ? Никто не знает. Расскажу. Смотрите, смотри, не затягивайся. Понимание. Еще раз, кто? Знание. 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 Понимание. Действие творчества. Да? Поднимите руку, кто так сказал? Двойка вам. Объясню, почему. Люди с высшим образованием, они именно так и делают. И вот в этом застревают знание и понимание, потому что они не делают действие. И вот в этом застревают, говорят, блин, это все, короче, не мое. А люди, которые, да, как муха, она не знает в нем знаний. Она не умеет творить. Да? Она вообще ничего не понимает. Она же тупая. Она пошла действовать. Она же что делала? Она не знала, какая бутылка из какого материала. Правда? Сколько тут ей лететь надо? Километры всяких не считала. Она просто билась, везде пробовала, все везде пробовала и вылетела. Вот. И мы тоже сами даже сначала действовать. Даже если у вас знаний нету, вы не знаете ничего, ну, кроме маркетинга, конечно. Вам нужно начать действовать. Когда вы начнете действовать, у вас придет знание. То есть вы уже будете знать, что делать, что приведет к результату. Конечно, вы начнете понимать уже, как это делать, потому что вы уже неоднократно это будете делать и вы уже будете понимать. Богатые люди же они не действуют. Богатые люди они что делают? Они же все эти с 3 стадии прошли, они занимают уже творчество. Они же развлекаются. Да, сделай такой постик, да, позвоню тому, туда съезжу и так далее. Они занимаются вот этими. Поэтому наша с вами выдача начать действовать, даже если мы ничего не знаем, даже это, если вы рискуете потерять своих ключевых кандидатов, даже ценой их. Но вам нужно просто это начать делать. Дальше у нас сами знания, дальше у нас понимание и четвертое творчество. Вот если вы это будете делать, я вам больше, чем обещаю вам, что у вас будет результат. Просто делайте то, что вам говорят люди, которые уже добились результата. Я обучалась у многих коучин, у многих. И эта схема всегда работает, вот всегда. Я тоже такая же была, как и вы, и тоже бежала вперед паровозом, нужно было все больше, много, 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 надо было знать и так далее. Ну что ж, это я вам рассказала, то, как можно относиться к Инстаграму, да, то, как нужно мозги свои немножко перестроить, потому что для некоторых это было открытие, да, что нужно, оказывается, не сознание начинать, а здесь. Полезно было? Понятно. Хотите теперь реальные деньги увидеть? Понятно. Теперь я сейчас позову на эту сцену человека, у которого есть своя стратегия на миллион, которая готова научить вас правильно подходить к людям, не впаривать им бизнес, да, вообще ничего не впаривать, а именно рассказывать правильно, грамотно и научить человека работать. Зовут ее Ольга Еребеева. Олечка. Мы тебя очень-очень прошли. Ну что, передайте метку мягинства. Такие мы разные. Одна черная, другая белая. Одна со сладостями, другая с нутом. То есть у нас создался тандем, когда Нелли всех улыбает, всех радует, Ольга Еребеевна говорит, так, сейчас начнем работать. И без улыбок, улыбаться будет позже, когда поработаем. Я очень благодарна каждому из вас, то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам на эту встречу. мы сделали форс-мажор. У нас в Челябинске запланировано чуть-чуть позже, но так как это моя первая ветка, это мой хороший друг, Валентина Лискова, лидер вашего региона, я понимала, что тут огромное количество людей, хотят познакомиться, хотят получить знания, и я не могла к вам не приехать. Я сделала такой крюк, вернулась назад, и сегодня мы с вами в этом зале. Меня зовут Ольга Еребеева, моя мама двоих взрослых детей, у меня маленький внук, пять с половиной лет. Я врач по образованию, я психолог. Свою деятельность начинала я в 21 год заведующей детской молочной кухней, в цель, чтобы в 21 год дали руки управления девочке, которая только-только все закончила, да, всю учебу, а еще впереди были долгие-долгие годы образования, и я понимала, что мне что-то нужно делать. Когда мне дали в управление молочной кухней, я понимала, что там ничего нет, кроме разломанных автоклавов, автоклавы, это где кипят молоко, да, и в таких автоклавах жили мыши, и мне сказали, вот тебе новое предприятие, что хочешь, что и делай, а у меня целый город. Как вы думаете, в советское время, когда все было по талонам, да, а детки хотели кушать, и моя задача была восстановить эту детскую молочную кухню, придумать, как это сделать, создать новые технологии творога и кефира, а еще нет этих автоклавов, где-то все должно стоять и выдерживаться в температурный режим. И эта задача стояла девочке в 21 год. Вот скажите, кто сегодня в 21 год может взять на себя ответственность за огромное предприятие? И вы знаете, я с легкостью пошла, я пришла к главврачу и сказала, давайте сделаем ремонт и комнату отдыха для сотрудников. Это было мое первое движение, это был мой первый лидерский успех, когда мои благодарные сотрудники могли бы, таская вот эти на автоклав вот эти горячие баки с молоком по 57 килограмм, могли минуту где-то отдохнуть. Кипятили молоко, ставили кефир. Кстати, ночью бегали, летом, не было выдержки температурной, бегали, меняясь по часам, одна в 2 часа ночи, другая в 5 часов утра. И мы это делали, чтобы нашим детям завтра дать свежий кефир. Жизнь шла дальше, у меня росли дети, и я ушла в сетевый бизнес, потому что в советское время мы понимали все, когда было все по талонам, хотелось еще что-то где-то заработать. Я ушла в сетевую совершенно случайно, моя деятельность началась с компании Арго, все ее знают, аппликатор Левко, я работала под руководством профессора Пальцева, академия городка, город Новосибирск, была штатным сотрудником в своих офисах, я занималась диагностика на аппарате «Дотронинмага». Я зарабатывала на этом деньги, я заработала деньги себе на квартиру, это были первые мои деньги. Я выполнила свой рамп «Директор-президент», не зная, как это сделать, потому что я была настроена на результат, мне нужно было сделать здоровыми людей, и я даже в то время с накруткой 30% могла продать те продукты, которые действительно были приносить результат. И когда через две недели мне аплодировали награждание «Директор-президент», я не понимала даже рану. Жизнь менялась, у меня была семья, и до сих пор эта семья у меня есть, за что я благодарна, это моя крепость, это моя поддержка, это моя стена, это мои дети, которые мне говорят «Мама, у нас все получится, что бы не происходило». Но произошло. Моя дочь старшая развилась после 6 лет брака, и нам снять оставил замечательный подарок для нашего внука. Все остальное они решили собрать. И мы начали с нуля. Мы все сетовали, как же нам жить, что же нам делать, я говорила, у нас есть мы, и мы справимся. И 4 года поиска, где же мне начать деятельность. Я смотрела, я рассматривала очень много проектов, и сегодня у нас их огромное количество, правда, нас всех куда-то зовут, но у нас с вами нет вот такого огромного ресурса времени, чтобы начать что-то заново. И когда 14 декабря прошлого года мой наставник, Алла Князева, человек, который закончил высшее образование, который закончил духовную семинарию, приглашает меня в парк посидеть, пообщаться, потому что мы следом не виделись. Представляете, мы ели одну мороженку на двоих. Я вам клянусь, я скажу свою историю жизни. Почему? Потому что многие сейчас проанализируют свою жизнь, потому что не так все было сразу. Знаете, не все рождаются золотой ложкой во рту. Но получилось так, что действительно у нас не было денег. И мы говорим, ну когда-нибудь при таком времени, когда мы будем вспоминать это с радостью, что в трудные времена мы с тобой на мороженку делили на двоих, обратно шла пешком, потому что у меня не было денег на маршрутку. Понимаете? Потерять в возрасте тот капитал, который ты имеешь во имя своих детей и все начать заново, не унывая, когда ты понимаешь, что у тебя за спиной стена, а ты идешь одна. Есть такие женщины, которые одни шагают по бизнесу? Вот я девушку в третьем ряду, белокурую красавицу, сразу взглядом посмотрела, потому что она все время кивала, и я поняла, что ситуация, наверное, с чем-то схожая. Но у вас есть волшебная палочка, есть вы сами. Никогда жизни ни на кого не надейтесь. Никогда. Вы красивы, вы умны, вы целеустремлены, и вы есть у себя. Никто вам не наденет никакой спасательный жилет, пока вы сами себе не наденете. Встатьте, поднимите голову и скажите, да я лучшая для себя. А остальные, которые вас не оценили, пусть смотрят с гордостью о том, что они были с вами знакомы. Слезы радости выяснить, правда? Не плачь. Это здорово. Это здорово, когда человек плачет, ему это может открыться. Мне один человек сказал, что ты все время по своей жизни рассказываешь? А о чем вам? О цифрах рассказывать? Я вам покажу. Я покажу вам стратегию, как можно выйти из этой огромной задницы, из которой пришла я. А сегодня мы все в этой огромной заднице. Кто в ней? Поднимите руку. Все. Заднице, это не форт, это выход. Это выход. Знаете, злые рецепты, друзья? Знаете, какие все предприимчивые люди? А русские вообще предприимчивые. Нас, чтобы не ломало, мы все победим, правда ведь? Да. Поэтому все здорово. И вот 14 декабря я стала партнером компании Краундван, ничего не зная а компания. Ничего. Вот Нелли работает в интернете. Я работаю всегда на земле. Я врач. Мне нужно смотреть людей, смотреть их души и понимать, что сегодня вы хотите. Понимаете? Я не работаю в интернете. У меня нет людей с интернета. У меня единственная Нелли, с которыми вы были знакомы в прошлом проекту «Бизнес-путешествий». Но понимаете, что там нужно делать ежемесячную активность. Какую нафиг ежемесячную активность, если людям сегодня нечего кушать? Какие путешествия? Где им брать деньги на ежемесячную проплату? И когда я поняла, что в этой компании действительно платят, я начала развивать свой бизнес. У меня сегодня в пакете Тантро. Все знают, да? Это пакет на 4500 евро. Я его сделала в период акций в апгрейд. То есть я заработал их денег, пришла на новый уровень и начала работать. У меня лично приглашенных всего 20 человек. Всего. Я уже никого не приглашаю. У меня из них работает всего 8. 8 человек из 20. Это статистика, чтобы вы понимали, вам не нужно 55 человек и прямо за каждым давай скорее беги сюда, потому что нужно тебе здесь быть. Да не нужно ему здесь быть, он сам не знает, куда ему нужно идти. И за 8 месяцев работы в компании, вот Нелли сделала такой калаш, 8 месяцев благодаря своей команде, с которой я просто обожаю, обожаю, я всегда говорю, что у меня самая прекрасная команда в этой компании, у меня самая сильная команда, потому что только одни по воротам головы и во воротах глаза мы понимаем друг друга и мы не говорим давай быстрее тащи людей. Мы никогда не делаем аудитории заранее, у нас все спонтанно. Мы никогда не готовим речь, потому что каждый новый человек, его взгляд, его глаза мы говорим по-другому, потому что мы чувствуем вашу энергию, что вам сегодня нужно сказать. И за 8 месяцев мой чек составил более 25 миллионов рублей. За 8 месяцев работы в компании я купила действительно себе дом загородный, это буквально 10 минут из Детт в Воронеже в красивых местах. Я купила себе машину, я купила себе квартиру, сейчас покупаю квартиру в Москве. Ребята, покажите, где женщина, обыкновенная слабая женщина, при команде первого уровня 8 человек лично, зайдя всего на 100 евро, потратив всего 100 евро, два дня в магазин сходить, правда ли? Заебных денег, заебных денег могла построить себе карьеру. Правда ли? Так это не я. И даже не мы. Это компания, которая сегодня дает нам с вами возможность быть счастливыми, а мы с ним это ракушки и боимся из нее вылезти. Правильно? Я хочу сегодня вам показать именно моменты такие, на которые вы должны акцентировать, приглашая людей в бизнес. Вот люди, которые в бизнесе, скажите, вы людям что говорите вообще, когда приглашаете в бизнес? Как правило, что говорите? Вот я, когда пришла к вам такая, вы меня знаете, вы приглашаете мне в бизнес, что вы мне скажете, что мне предложите? Возможность. Начните диалог. Все пришли. Кто же он в бизнес? Поднимите руку. Остальные слушатели, да? Это здорово. И правильно, потому что 2% в мире всего миллионеров, остальные служивающий персонал. В каком проценте вам быть, решать вам. Еще раз подниму вопрос. Кто пришел в бизнес? Миронер. Уже больше. Правильно, а служебник не только хочет. Научитесь жить красиво. И не бойтесь этого, быть красивыми и жить по-другому. Это страшно переступить порог именно дозволенности, потому что действительно у всех разное испытание, у всех разные мысли, у всех разные страхи. Но я обещаю, что в конце сентября мы сделаем огромное мероприятие в зал на 500 человек, где привезут такого человека, который выдавит из вас все, что вам не нужно. Договорились? Договорились. Сейчас я покажу, по какому принципу работаю я. Я никого не зову в бизнес вообще. Почему? Потому что я сразу же выбираю людей, тех и вижу, которые готовы пойти в бизнес. А бизнес, кто знает определение слова бизнес? Искусство извлекает деньги из кармана другого человека, не прибегая к усилию. Это называется тихий ночной грабеж. Бизнес. Запомните раз навсегда. Если у человека приглашаете просто быстренько закрыть свой какой-то там быстрый бонус страха потерь, вы просто занимаетесь петь к усилению. Это раз. Если у человека приглашаете в бизнес, бизнес – это не что иное, как предприятие, приносящее доход. И вы должны это предприятие себе построить. Я не так просто начала свой диалог сегодня с вами, со своей историей, историей своей жизни, когда мне в 21 год сказали, вот вам молочная кухня, вся развалена, идите и работайте. Но я с таким азартом вошла в свою работу, что у нас в свое советское время всегда была гуманитарная помощь, да, американская, там детское питание где-то раздавали. И, как правило, голодные люди в советское время, это же те женщины, которые, мух, матерые, они домой тащили, а остальные на рынок, чтобы стоять и себе прокормить. Я выполнила единственный человек, который выполнял по Сырловской области и всех молочных кухонь, программу Кэйр, была американская программа Кэйр, и я получила тогда денежную премию за выполнение этой программы, потому что у меня даже в самый глухой поселок дети были накормлены, я раздала всю гуманитарную помощь. Понимаете? Я до сих пор такой человек, я всегда с радостью делюсь тем, что у меня есть. Я сейчас хочу показать, как я предложаю людей в бизнес. У вас у всех есть телефонный справочник, и ясно, что в этом телефонном справочнике у вас всегда есть люди, которых вы как-то каким-то боком, но косвенно знаете, правильно? Все знают, что нужно работать со списком знакомых, но я никогда его не писала. И в один прекрасный момент у меня вот так щелкнуло, и я решила. У меня замечательный наставник Алла Князева, но она очень занятой человек. Я понимала, что она на меня возлагала надеждой, что я буду действительно здесь работать. Это раз, потому что это для нее мотивация, во-вторых, это ее прибыль, а в-третьих, она хотела действительно мне как человек помочь, знаете, в мою семейную ситуацию, что мне сегодня очень нужны деньги, для того, что я могла купить угол для своей семьи. Я подумала, а как же я могу сделать так презентацию интересную для всех, чтобы люди, уходя с моей презентации, понимали, что они стопроцентно смогут получить результат, если они не будут лениться. Так вот, это для вас заметка. Всегда есть четыре стадии, в которых находится человек, чтобы вы понимали. Из своего справочника вы уже анализируя, сами будете понимать, зная и общаясь с своими людьми, в какой стадии ваш человек находится. Это называется разведка боя. Сразу бежать в лобской полете, я вас в бизнес приглашаю. Вы, к слову, бизнес вообще не приемлете. Сетевой вообще считаете, что это у нас, как называется правильно? Секта, сектор, да, когда мы танцуем, поем, еще радуемся и хлопаем, да? Из-за того, что сумасшедшие. Вот. Многие не воспринимают. Вы должны проанализировать свой справочник телефона и посмотреть, в какой стадии людей находится. Как так? Вот видно, что было видно всем. Все видно? Дали красный маркер. Супер. Видно так? Первая стадия, это стадия эйфории. Я всегда показываю вот одно и то же. Почему? Почему? Потому что мне хочется дать вам ага, спасибо. Всегда хочется дать вам ключевые моменты, и я их повторяю, повторяю бесконечно долго. Пока это вы, знаете, вы просто овреклый мир, а сейчас опять про эйфорию, значит, все здорово. Можно похлопать, значит, вы уже лидеры. Стадия эйфории. Кто в этой стадии находится? Как вы думаете, какие люди находятся в этой стадии? У которых что? Что громче? Все есть. Но они тоже с чего-то начинали, правда ведь? Ползли. Не важно, сколько раз ты упал, сколько раз ты встал. Стадия эйфории, это когда человек, у него все супер. Как вот Нэня, помню, показала? Да, все стадии прошел, там и все, он уже начинает что? Творить. Правильно? То есть человек свободный от каких-то трудностей. Он сходил в эйфорию. У него все замечательно, бизнес идет, жена красавица, дети выросли, учатся, все пристроены, все замечательно. Ему бизнес приносит доход. Это наши люди, нет? Нет. Нет. Это не наши люди. У них так все хорошо. Зачем им 100 евро, кто-то вкладывает, кого-то звать? Это мытарство. Я не понимаю, что они таких денег здесь не заработают. Это они так считают. Вторая стадия, в которой находятся люди, это стадия развития. Это стадия развития. Это когда человек, имея что-то, начинает продвигать его дальше. И у него все здорово. Дайте, пожалуйста, женщине водички. Водичка есть у кого-нибудь? Надо. Стадия развития. Это когда у человека уже идет бизнес на потоке, и у него хорошо. У меня сегодня все отлично. У меня все отлично, слава богу, все хорошо. Я пойду в другую компанию, если сегодня я получаю такие деньги? Нет, конечно. Мне будет интересен другой проект. Нет. Нет. Это не наши люди. Третья стадия, в которой находятся люди, это стадия поиска. Это стадия поиска. Это кто эти люди? Это люди, которые сегодня нужен дополнительный доход. У которых очень сложная критическая ситуация. К примеру, у них арестовали квартиру кредиторы. Правильно? У них дети поехали учиться, мы понимаем, что ребенка просто отдать в общественное общежитие, куда-то в другой город, без копейки денег. Это сложно. Детям вынуждены будут пойти задавать какие-то листовки, флайеры, и мама переживает. Как же там дети будут без поддержки? Правда? Их надо накормить. Это люди поиска, наши люди? Четвертая стадия. Это стадия застоя. Это когда у человека вообще все. Конец. Работа лишился, муж ушел. Более обеспеченная женщина, да? Как это? Успешных женщин мужчины не уходят? Уходят иногда. Стадия застоя. Все плохо. Никак. Вся депрессия. Дети не слышат, никто не понимает. Она одна. Стадия застоя. Это наши люди? Наши. Наши. Почему? Потому что в нашем бизнесе есть и признание, есть и карьера, есть понимание, есть родные души, есть друзья, есть возможность заработать. Вот эти, вот эти две категории людей это наши с вами люди. Вот вам домашнее задание разобрать вот это на кусочки дома. Просто сядьте и сделайте. Вот кто сегодня это разберет, свой телефонный справочник, считайте, что вы первый экзамен сдали. Кто не сделает, завтра вам будет неохота. А чтобы это делать, это должно так сзади поджигать. Когда мне сказали наши бывшие родственники, дай бог на здоровье, что у нас заберут внука, потому что у нас нет своего жилья, и мы не можем ребенка прописать, мы четыре года не были прописаны, мы с Екатеринбургом уехали жить в Воронеж, потому что там живет мой брат. Но я даже не могла маме сделать регистрацию своих родственников, чтобы получить ей квоту на операцию, она у меня не ходит. Можете представить? А денег на операцию у меня не было. Слегка, при таких родственников и друзей не надо, правда? Знакомая ситуация. Вот здесь то же самое. Вот здесь то же самое происходит. Люди, которые не востребованы, никому не нужны, они будут искать семью. А семья – это мы, где можем поддержать, научить и продвинуть вперед. И меня это заставило двинуться, когда они сказали, что у нас заберут внука, когда дочери, когда дадут сумасшедший дом, потому что она тут не прыгала и не сказала, что у нас есть внук, все остальное мы заработаем. Как говорит Ирина Хакамада, не надо ждать от мужчин большего, у мужчин своя миссия на этой земле, и мы должны их за это иногда прощать. А все остальное женщина может сделать сама и родить детей столько, сколько сможет поднять сама. С этим понятно? Понятно. Все. Теперь делаем следующее. Это я вам показываю сейчас возможность, как правильно предложить бизнес, как к нему подойти, и даем вам элементы тренинга одновременно, чтобы вы понимали, как прийти, а цифры будут чуть позже, прямо поступательные, прямо с шага. Вот я пришла к вам, зная вашу ситуацию, допустим, как вас зовут? Лариса. Пришла, зная вашу ситуацию, просто попить с ней чайку. Начали с ней с чая. Что мы делаем? Лариса, зная твою ситуацию, что тебе сейчас очень сложно и трудно, я тебе скажу, меня к тебе зовут в бизнес. Она сказала, слушай, не хочу, у меня своя работа есть, какой-нибудь бизнес мне сейчас делал по горло, да? Я говорю, что я попью чайку, давай посмотрим, сколько тебе сегодня не хватает на жизнь? Что ты вот хочешь? Какие мечты надо? Да, вот такие мечты. Сколько тебе не хватает сегодня на жизнь? Все, что женщины? Давайте открой секрет. Все женщины говорят, вот смотрим сериалы, да? Хюрэ, великолепный лек. Все смотрели? Женщины, поднимите руки, кто смотрел великолепный лек? Все. Понравилось? Она королева, она победила, правда? Она всех рассорила во имя своего счастья, да? А мы говорим, там неудобно, правда ведь? Мы в стороне постоим, а жизнь прошла. Так вот, дорогие мои, не надо стоять в стороне, нужно брать и действия, потому что каждая женщина мечтает о принце. Но принцип мы рождаем сами. Родите себя. Давайте будем вот рождать себя, не будем из-за того рождать. Родите себя, если лучше не надо, скажем, что мы будем поступать именно так. Мы в нем словили сочетание. Я говорю, давай, давайте посмотрим, сколько тебе не хватает, чтобы жить как фюрер, да? И лучше. Хочешь, что тебя бы потворили? Хочу, говорю, ну давай. Все с иронией, не надо портать серьезно. Знаете, я в бизнесе, я такая вся крутая, у меня там два сетевика, никому не нужны ваши сетевики. Бейте простых людей, которые сегодня стоят в обочине и ждут, когда вы им поможете надеть свой спасательный жилет. Первое, что мы делаем с Ларисой, мы начинаем с ней разбирать. Лариса, бери калькулятор, будешь считать. Я буду писать. Лариса считает сама на своем калькуляторе, а я пишу, расход, расход за месяц, расход за месяц. У Ларисы есть двое дедов, к примеру, есть муж. Давайте посчитаем. Расход за месяц, мама, папа, двое детей. Сколько уходит у нас? Куда уходит деньги вообще? Еда. Еда сразу. Первое, питание. Мы зарабатываем, чтобы подбрать деньги. Питание. Питание. Сколько мы тратим денег на питание в месяц? Четверо. Пришли, как голодные, за туалетной бумагой и ушли двумя сумками. Почему психологи говорят, идешь в магазин, поешь. Ты сэкономишь. Хотя в стакан выпей, желудок будет говорить мозгу, нашему генеральному директору, мозгу, что все нормально, я полный. Тогда вы меньше наберете. Даже поэкспериментировать, я так хипот делала, когда стабильники приезжают, хочу кушать, я скачала в магазин, что-нибудь перекупить, три сумки набрала и, понимая, съела кусочек, там, колбыстры, хлеба, чайка, колын, фу, наелась. Да? А деньги потрачены. Питание. Сколько питания в день уходит? Скажите. У кого есть дети? Поднимите руки. Сколько уходит на питание? В день. Минимум тысяча. То есть мама купила, что необходимо, а дети не облизываетесь. Правда? Чупачус на дворе, как у нас салатный замороженка на дворе. Тысяча рублей. Берем минимум. Месяц получается? 30 тысяч рублей. Лариса у нас пишет, а я ей показываю. Лариса тут же щелкает в мозгах. Что-то тут не то. Ничего себе, сколько мы кушаем? 30 тысяч в месяц. Дальше у кого деньги уходит? Квартплата. Квартплата. У нас ровно 20 минут, да, еще у меня? Это мы должны быстро уложить, сейчас нам еще деньги показать. Активнее. Квартплата сколько? 5 тысяч. 5 тысяч. Дальше. Кредиты. Кредиты ипотек есть у кого-то? Ларисе, я с тебя рада, Ларисе, нет, ипотек. В этом ты счастлива. Сколько на ипотеку? 15. 15 тысяч. Вот люди, которые называют свои минусы, да, то есть то, что ты с кармана вытягиваешь, это огромные молодцы, это будущие лидеры, потому что те, кто говорят, они уже начинают двигаться вперед. Это уже их страх побежден. Кредиты. Дальше что? Сотовая связь. Полторы тысячи уходят в месяц на всех. Детский сад, школа. Сколько месяц? 10. Дальше что мы? Парикмахерская. Всех стрижем, жены красятся, стрибутся, мужья ходят лысые. Купите машину на 23-е. Себя обслужите, детей тоже, правда ведь? Дочек, мам, хочу косо, но ты так похожи. Парикмахерская. Сколько денег, женщины? Они 5 декюр. 5? Минимум 5 месяцев. Минимум 5. Бедная женщина. Хотим при этом быть еще как Джон Эйфюэн? Да? Парикмахерская 5000, нам уже не закладывают, да? Дальше пошли. Его машина. Его машина. Его, заметьте, да? Его, пишу прямо, его машина. Вы сам ее обслуживаете, правда? Его машина. Сколько машина кушает за месяц? Купильдин 5 плюс какие-нибудь запчасти. Так, кто говорит? Покажите мне. Здесь рядом, рядом я живу. Ой, супер. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Вы прямо, прямо полюбила Ирина, Лариса, прямо автоматин. И сколько? Десятку закладываю. Это ваша мужа? Да. Я вам расскажу, как можно ее забрать. Чтобы он подарил тебе ее. Уроки обращения. Его машина. Куда еще деньги тратил? Плюс своя машина. Особенно для машины. Куда? Фитнес. А, фитнес, отдых. Включай, отдых. Это детки, наш фитнес, да, там, туда, сколько? Десять. Десять, на фитнес. Есть тоже хороший рецепт, как фитнес, платить деньги, знаете как? Убираете дома швабры, берете тряпку, и три раза в день, как наши бабушки, утром, днем и ночи, мыете на коленях, полы во всех углах, принтуза захватывает. Знаете, какой будет фитнес? Фигура будет необыкновенная, чистку красную тряпку обжать, правда? Дальше, отдых, куда еще деньги закладывать? Аптека. Сейчас мы очень модно оздоровление, да, Идем куда? Покупать продукты, не только для здоровья, но еще похудеть, правда? Есть такое правило, твоим жжем, попробуй меньше жрать, знаете? На холодильник поглеили, все, холодильник опустошили, вода, и все, с водой можно прожить. Аптека, сколько? Тысяч пять, это точно. Пять точно, но те люди, которые хронические заболевания, мы знаем, у меня мама, 9 тысяч в месяц, да? Они тратят. Куда еще деньги уходят? Одежда. Одежда. Одежда, обувь, так, одежда, на всю семью. В месяц, мы покупаем все равно, правда? Куда? Ну, если по очереди, 20 тысяч 10. Мама оделась, папа ждет. Деньги на нашем, то, что мама с папой не поносили, а деревья, большие, хуя дети. Сколько? Сколько? 20 тысяч 20, если всем одеться. Если всем одеться. Межсезонье, да. Межсезонье. Минимум. Все. Сегодня-таки я гуляю, как в карантине, да, ты сидишь дома. Одежда. Дальше. День рождения есть? Все откивают, но мы не ходим, мы поздравляем через онлайн. Цветочек поставим, примите по сообщению, по WhatsApp, и будьте счастливы, и поцелуй. Радуемся, женщины цветами завалили, правда? Вот насколько мы себя не любим, представьте. Да? Да. День рождения сколько? Ну, тысяч 5. Это входит в сотовую связь. в WhatsApp, да? Тысяч 5? Супер. 5 тысяч на подарки, заметьте. Семья, мама, папа, у них есть у каждого родители, бабушки, дедушки, 5 тысяч рублей. Пошли куда? Фикс прайс. Купили подарки, упаковочку сделали, полюбили, супер пожелания забубенили, поели на 2 года, сутки не едимся и наелись, сэкономим тысячу рублей, правда? Супер. Фикс прайс, ребята, реклама фикс прайс, все туда. Дальше куда? Куршки, репетиторство. Ой, животные. Забыли подпать, 3 челотки накрасить, да, пощипать их. Там 1200 свою собаку стригу. Ну, господи, может, свинью завела, наверное, уже давно. Все сытые были, животные, пеленочки, карманы, индивидуальные. Вот я смеюсь всегда, знаете, у меня две собаки, но она уже 16 лет, она уже доживает своего века, она уже сильно болеет, а вторая дочь есть собачка, Екшерский Тегер. У кого-то есть такие бабушки, у которых собачки достались по наследству от детей? Есть, да? Есть. Так вот, мы еще попало, что не едим, а когда открываем баночку, вкусняша, сама бы она хотя бы намазала, поела, как вкусно пахнет, да? У нас даже колбаса как не пахнет в магазине, как пахнет этот корм. Сколько на животных? Ну, тысяч пять. Тысяч пять, с пальмахерской. Лучше, говорит, мужу отдай под машинку, просто отслежусь, но лучше будет ходить. Куда еще деньги тратим? Без приказа, все кружки, непредвиденные, а, кружки детей, обучение, в любительство, да? Сколько? Десятка. Также, непредвиденные расходы, сломался холодильник, телевизор, компьютер, да? Непредвиденные расходы. Расходы. Сколько? Десять заложим, да? Сейчас мало ничего нет. Дальше, алименты, все, что хотите, этот список будет нескончаем. Давайте кто-нибудь, калькулятор, возьмите, подытожьте, пожалуйста, какая у нас сумма с вами получилась. Кто готов помочь? Стосорок, да? Как вас зовут? Любовь у нас, молодец, заняла самую выгодную позицию. Нужно себе ослушать информацию либо лежа, либо полусидя. Она носит на полу, молодец. Сколько сто? Сто сорок одна пятьсот. Как вам такая цифра? Супер нравится? Мы свои гидрости сюда не включили. Мы никто еще даже не заложили, то, что мы сами хотим. Мы свои мечты сюда не уложили. Представляете? А теперь по малам. Приход. Поехали. Муж. Объезд за круж. Сколько муж зарабатывает? Мужчины, сколько вы зарабатываете? Кто зарабатывает? Какие деньги? Скажите, кому не стыдно сказать? Мы живем страной России, можно говорить смело. Тридцать столевар, златоустер. Сто. Сто зарабатываете? Вы женаты? Жалко. А то мы сегодня вы вас женили. Потому что мужчины сильно нет золота, особенно, кто сто зарабатывает. Сто. А если человек в среднем возле нас, сколько зарабатывает? Тридцать. 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 О. Мужчины, которые сорок пять уже вас берут, можете ставить в очередь. Тридцать пять муж зарабатывает. Жена. А жена красавица. Жена красавица. У меня жена красавица дома сидит. Ничего не делает. Женя задумается, а куда же муж свой тридцать пять тысяч несет? Сколько жена зарабатывает? Двадцать. Тридцать. Пятнадцать. О. Так. У нас есть мужья, кто зарабатывает тридцать, и жены пятнадцать. И у нас есть пара. Можно покупать, да? Жена тридцать. Итого, доход у них шестьдесят пять тысяч рублей в месяц. Еще есть какой-то доход в семье? Заметьте, когда будете писать, всегда первое питание плодинке платим, а помогает, ну бабушке. А бабушка оглохла в этот момент, а следует, говорит, я плохо слышу, ни телефон не работает, я вне зоны гейстер-сети. Потому что, знаете, если дочь позвонит, или сын, значит, что-то им от вас. А когда дети молчат, не звонят, значит, у них все. Знаете, как все отработано, да? Как по шаблону все живем. Все себя узнали? Супер. Супер. А теперь очень такой кульминационный момент. Из расходной части сто сорок один пятьсот мы вычитаем шестьдесят пять тысяч приходов. Сколько у нас? Цифра какая? Любовь. Кто? Математика любит точно. Семьдесят шесть пятьсот. Семьдесят шесть пятьсот? Это еще красивая цифра. Мы сейчас долго писали. Поверьте, это только начало, свет, начало. Семьдесят шесть пятьсот. Мы еще долги не записали, которые есть, да? Это ваш минус. И когда мы с Ларисой попили чайку и вышли вот на эту цифру, Лариса начала очень сильно смеяться. У меня начался полический смех. Я как доктор решила ее реанимировать. Вот так, переходим с чая на коньяк, чтобы легче принять решение. И все, да? И жизнь сразу заиграла другими красками. Нервы отпустили, мысли свободны. И мы говорим, Лариса, а сейчас я тебе покажу, где я и как я могла выйти из этой тупиковой ситуации, когда я с тобой разговаривалась. Как я могу заработать здесь денег? Есть люди в этом зале, которые вообще не знают, вам эффект актуал. Есть. Начинаем дальше с начала. Компания нам дает возможность приобрести четыре образовательных пакета. У нас их всего четыре. На 100, на 300, на 800 и на 2500 евро. Буду писать быстро, буду сама отвечать, вы только это усваиваете, записываете. За каждый образовательный пакет, когда вы приглашаете людей в бизнес, вам компания начисляет от и до. Если вы пригласили, неважно, в каком вы ставите пакете, человека на 100 евро, вам компания начисляет от 9, начисляет, не платит, а начисляет 9, 18, 27, 36. От 9 до 36 евро. Почему так? Потому что мы устроим нашу команду не простым ключевым методом, солнышком, как все называют, а метод объемного бинара. И поэтому, когда наша нога, одна бинар, это 2, это 2, это правая-левая нога, и мы так строим свой бизнес, расстановку можно посмотреть будет у нас в чатах, в ютубе, от наставника спросите, я вам покажу. Мы получаем от 9 до 36 евро. Когда мы приглашаем человека, неважно, на каком мы пакете, на пакет 300, нам компания начисляет от 27 до 108 евро. То есть, 4 раза по 27 можно начислять, а можно 1 раз 27. Если у нас человек заходит на пакет 800, нам компания начисляет от 72 до 288 евро. Если к нам человек приходит на пакет 900, нам компания начисляет от 225 до 900 евро. Почему это происходит? Я рисую наш бинар. Би, это 2, правая-левая нога, другой-третий ноги у нас нет. Все люди, которых вы будете приглашать, 3-го, 4-го, 5-го, они будут вас вставать либо в эту ногу будете ставить, либо в эту. Размещение у нас идет вручную в кабинете нажатием одной кнопки поставить человека вправо, поставить человека влево и его поставить под кого-то. Вы регулируете сами своим процессом, вы сами управляете своим бизнесом, вы сами строите платформу. И вот это то, что я сейчас показываю, это для вас как раз фундамент. Фундамент построения вашего бизнеса. А бизнес это предприятие, приносящее доход. Буду повторять много раз. К примеру, вы на пакете 100. Ваша задача пригласить четверых человек как можно быстрее. Почему? Потому что вы сразу получаете по первому виду дохода, по бинару, за построение команды. И второе, вы получаете бонус страха потерь, который нам дается с момента регистрации всего 14 дней пригласить четверых человек. Это понятно? Смотрите, первого человека пришла у меня Лариса. Я поставила это спонсорская нога ВПС. Это ваша внутренняя нога, которую будете развивать вы. Спонсорскую ногу всегда падают переливы. Переливы от вышестоящих. Но не надо по блату ставить сюда людей. Ой, ты моя подруга, давайте я поставлю спонсорскую ногу, у тебя будут переливы. Я знаю, что в Челябинске не только такие моменты есть. Даже знаю людей, которые ушли ради того, чтобы мне дали переливы. Если вы человек, лидер, и вы предприниматель, и вы с предпринимательским мышлением, вы даже понимаете, что вы должны всегда обе ноги балансировать. Но должны сделать свою стратегию. Поэтому не обязательно быть спонсорской ноги. Куда поставил ваш наставник, посчитал нужных, там вы и будете стоять. Я тоже у своего наставника не в спонсорской ноге. Но тем не менее, я знаю свои ресурсы, свои возможности, я выставила такую команду, которая мне приносит доход. И мне не падают переливы. Ни один раз. Понимаете, о чем говорю? Потому что многие сетевики шутят переливов. У меня есть в команде такой человек. Человек довольно-таки взрослого уже возраста. Говорит, я приду, дай мне переливы. Сказал, нет. Я поставлю вас в спонсорскую ногу, потому что мне так нужно. Но я в основном хочу как двигаться, чтобы у вас была огромная команда. Другой человек просто случайно попал ко мне тоже сетевик в ногу, где идет перелив от спонсоров. То есть, что-то перелив, кто не знает, это свыше падает в спонсорскую ногу. Всегда идти. Она мне встала, сетевичка зубастая. Вы думаете, человек работает? Я говорю, продай кабинет. Там перелив нужно 12 миллионов. Дай мне кабинет, я тебе его куплю за 2500 евро. Отдай мне его. Нет. Может, когда-нибудь вдруг я начну работать. Но это выбор человека. Так вот, первого человека, внимательно, как очень наш, ставим в спонсорскую ногу. Второго ставим в спонсорскую ногу. Третьего ставим в спонсорскую ногу. И только потом четвертого ставим к себе в внутреннюю ногу. Почему так? Если мы поставим одного сюда, представьте, что у нас на 100 евро. Мы поставим человека на 100 евро. Первого. Нам компания начисляет 9 евро. Поставили сюда второго человека параллельно 9 евро. Если мы второго поставим именно сюда, мы получим с вами один 1 к 1 и получим 9 плюс 9 будет 18. Если мы поставим сюда одного человека на 100, сюда на 100, сюда на 100, сюда на 100, у нас будет 3 в спонсорской ноге, а четвертого мы ставим на внутреннюю ногу. И у нас складывается бинар 1 к 3. То есть мы получаем за этого, за этого, за этого и за этого. И больше у нас мы получаем со спонсорской ноги. Поэтому это построение вашей команды каждого вашего вновь пришедшего партнера. Вот только так. Тогда спонсорская нога у вас всегда будет длинная. Если вы поставите своего пятого человека вопрос, куда поставить? Именно в свою короткую ногу, а тут же нога длинная, вы всегда будете получать 1 к 3. Некоторые говорят, ну сейчас спонсорскую поставлю. Это имеет о том, что любить спонсора даете. Вы усиливаете свои ресурсы. Если вы поставите всех вот в эту ногу, а сюда одного человека, вы получите один к одному, а это будет висеть у вас. У вас не будет дохода. Вот это правильная постановка, правильная, когда одного, первого, второго и третьего мы ставим в спонсорскую ногу, и четвертого мы ставим в внутреннюю. Это понятно? Вот запомните это раз и навсегда делать это так, тогда вы всегда будете с деньгами. Перелистаем. Это записали? Пошли дальше. А почему вы не хотите больше спонсоров поставить? Что? Больше количества спонсоров. Нет, почему можно? Но смотрите, мне же нужно зарабатывать деньги. Если я сейчас буду 6, 7, 8 спонсорскую ногу ставить, пусть она там копится. А смысл? У меня тут падают переливы, и мои люди начинают работать, как я в этой на дне. В любом случае, иногда усиливается. Правильно? Я тогда ставлю шестого сюда, и у меня госточек вот один в трём. Это принцип трёх О. Обучился сам, обучить другого, обучать. Если я первый уровень, вы мои первые люди, я вас всех научила правильно работать, я вас просто взяла и говорила, дай мне, пойдёмте, чик, попьём на коняк, перейдём, да, разобрала вас, показала вам изнутри что вы хотите, анализирую в какой стадии вы находитесь застоя поиска эйфории либо развития, и я понимаю, что вам нужно, я вам покажу как можно быстро заработать денег. И не важно какой вы на месте ставите, вы должны не смотреть туда, как ваши наставники вставили, куда вас поставят, вы под ноги смотрите, как вам правильно поставить свою дорогу. С этим понятно? Вот эти цифры сейчас все запоминаете, я буду вас спрашивать, будем делать разработку. Мы попили чай, я сделала анализ, проанализировала, в какой стадии находится Лариса. Она находится в стадии поиска. Она в стадии поиска. Все, мы с ней разобрали, я ей говорю, Лариса, я сейчас покажу, как можно заработать денег. Вот это тоже показала вам, это для вас как элемент, фундамент, чтобы вы понимали, что вам делать дальше. Она же прием чай улыбается, а у вас уже спротемия. Не насилие человека затащить, а дать право выбора. Лариса, у тебя сейчас минус 76 тысяч рублей. Я тебе покажу, как сейчас можно их быстро заработать. У тебя же есть окружение людей, которые находятся в стадии такой, что им вот так нужны деньги, у кого-то сегодня ипотека, у кого-то ибиты и так далее. Правда? Жалко, вот ипотеку проплатили, деньги не вернули. Отобрали, все, правда, выставили на аукцион. Я говорю, смотри, и рисую, вот то, что я рисую, вы рисуете то же самое. Я рисую в каждом сегменте вот то же самое, что я рисовала здесь. Прямо подготавливаете, а мы сейчас с вами начнем быстренько по этому двигаться. Видно? Видно? Всем хорошо. 800 20, сколько на время? 10 минут, мы должны уложиться. Еще бы стратегия быстрее, и все, и мы с вами разделяемся. Потому что у нас еще... Хочу микрофон отдать сразу же другим, чтобы люди тоже поговорили. Вот это понятно? Что это вам необходимо? У вас есть у всех в магазинах вот такие, знаете, большие блокноты, отрывные, такие, с кольцами наверху. У вас всегда должно быть в сумке два карандаша, то есть две ручки, синяя-красная паста, чтобы главные сегменты могли выделять. И вот этот, когда ручка у вас есть, вот этот блокнот, вы написали человеку, поговорили, оторвали и отдали ему этот лист, и он уходит в листах. Почему? После презентации у нас всегда как можно забрать ваши листы, его можно аукцион строим очень тихонько продавать. Написали? Поехали. Мы с Дарисом пьем чай. Я говорю, Лариса, смотри, давайте покажу как можно быстро выйти тебе на определенные суммы. Мы знаем, что за каждого приглашенного, я прямо здесь пометку поставлю, нам начисляют компания по 9 евро. Слово баллы забудьте. Не путайте людей баллами. У меня до сих пор они усваиваются, я не знаю даже баллов. За пакет 300, за пакет 100 нам начисляют 9 евро, за пакет 300 27, за пакет 800 72, и за пакет 500 225 евро нам начисляет компания. Правильно? Не ошиблась я? Да. Вера. Нет. Пересмотрите. Мы пригласили, не важно на каком вы пакете, не важно, вы пригласили четырех человек, каждый зашел на 100 евро. Сколько нам компания начисляет? 36. 36. Почему 36? По 9. Правильно, у нас работало 1 к 3. Мы пишем человеку 36 евро ты получаешь то, что ты это сделал. И есть бонус страха потерь, который у нас с момента нашей регистрации не оплаты кабинета, а с момента нашей регистрации. Дается ровно 14 дней. Если мы в течение 14 дней приглашаем четверых человек, нам компания платит премию. Если мы приглашаем четверых человек на 100 евро, нам компания платит премию 125 евро. Если мы приглашаем четверых людей за 14 дней на 300 евро, нам компания платит премию 375 евро. Если мы за 14 дней с момента вашей регистрации, не оплаты кабинета, а именно регистрации, приглашаем четверых человек на 800 евро, нам компания платит 1000 евро премии единоразовая. Если мы приглашаем четверых человек на 2500 евро, нам компания платит премию 3000 евро. Это вы должны знать. И говорите, Лариса, вот 36 ты получишь по бинару. Бинар слово у него останется в голове? Нет. Вы говорите, пригласив таких, как ты, я тебе помогу с ним поговорить и лежит твой вопрос помогу. 36 евро ты получишь за то, что ты их пригласила и тебе компания начнет премию 125 евро. В деньгах это 161 евро. Лариса, можешь помогать мне? Сколько вы можете на 90? Сколько у нас будет в деньгах? 14 490. То есть ты уже сразу получишь 14 490. Наглядно лучше смотреться? Да. Ладно. Дальше смотрите. Что я показываю? Здесь мы пригласили на 300. Мы получили 27, 27, 27, 27. Правильно? Мы получаем по бинару 108 евро и плюс премия 375. Правильно? Итого сколько? Гигант. Сколько евро? Скажите мне. 483. 483 евро от деньга? 43, 488. 483. Если мы приглашаем 4 человека на 800, мы говорим, Лариса, смотри, если будут на 800 люди, ты получишь у нас сколько? 288, говорит, Вера Макарова, город Камец-Уральск. Молодец. И пусть премия 1000 евро. Итого 1288 евро, а в деньгах это? 115 920. 115 920. Дальше. Если мы приглашаем за 14 дней с момента регистрации 4 человек, мы получаем по бинару 900 евро плюс 3000 евро, итого 3900 евро, а в деньгах это будет? 3900 евро умножить на 90. 351 тысяча рублей. Что делает Лариса в этот момент? У нее не было ни денег, чтобы зайти, она говорит, у меня нет денег, я говорю, все, не знаю, откуда взять, не уверена, что у меня получится. И когда вы ее разобрали изнутри, попили чай, посмотрели потребности, чего не хватает, обязательно, когда вы писали приход расход, ты даже на себя не заложила нисколько, да ты что вообще живешь? И когда Лариса смотрит эту картину, что Лариса начинает? Она начинает выбирать, где ей сейчас выгодно и как поступить, потому что у нее есть свои финансовые обязательства, свои долги, свои какие-то дыры, которые она должна закрыть, да? И она делает право выбора, вы даете человеку право выбора выбрать, на какой пакет ему пойти. Что делаем? ему наоборот. Давай скорее 100 евро тащи, быстренько делай 4, больше бонус страха потерь. Да мне и так страшно, какой бонус страха потерь? Правда? И так страшно потерять все, еще что-то пугаете. Вот это усваивается легче? Да. Картинка складывается? Конечно. А кто знает, что такое матчинг-бонус? А кто не знает, что такое матчинг-бонус? Не соединяйтесь, просто понимаем. матчинг-бонус это еще один вид дохода у нас. Еще один вид бонуса, который насчитает компания, это матчинг-бонус. Это чек от чека. Чек от чека. Тут вся красная паста, я потому что не видно. Чек от чека. Перемь мастер. Когда вы на пакете 100 евро, это ты, я пишу, помните, на основе говоря, не вы, а ты, ты на пакете 100 и пригласил четверых человек. Тебе компания, помимо всех, бинарных бонусов, да, премий, начисляет еще 10% за работу твоих партнеров, которые ты лично пригласил. Я пригласила четверых человек. Правильно? Я их научила работать. У меня сработало правило трех о. Обучился сам, обучи другого обучать. Что происходит? Нам компания начисляет 10% с первого уровня. То есть первый уровень, чтобы вы понимали, я буду тут рисовать, это те люди, которых вы пригласили. И вам компания за это начисляет с каждого вида дохода, что ваши люди заработали, 10%. Вы не знаете, с кем не встречали, при чем говорили, какую работу сделали. Но они заработали, вы их научили зарабатывать деньги, и вы получили с них 10%. Когда вы на пакете 300 и пригласили 8 лично партнеров, вам компания начисляет 10% с первого и второго уровня. То есть уже их люди начали работать, что-то там делать, вы с них имеете тоже 10%. Это понятно? Если вы на пакете 300 и у вас 12 приглашенных человек, вам компания начисляет 10% с первого, второго и третьего уровня. Если вы на пакете 800 и у вас 16 лично приглашенных людей, неважно за какой период времени, вам компания начисляет 10% с 1, 2, 3, 4 уровня. И когда вы на пакете 2500, вам компания и 20 человек приглашенных, вам компания начисляет 10% с 1, 2, 3 и 4 уровня. 5 уровня. То есть у вас открывается вся глубина до пятого уровня и вся ширина. Представьте, вот такая юбочка. Вот для меня это пассив, когда я научила первые рядства работать, и люди у меня уже работают дальше. А вы что делаете? Вы начинаете... Давай некогда поговорить с моим партнером. Тебе некогда и мне некогда. Я оставила тебе информацию, ты не посмотрела, тебе некогда, перескажи. Я не буду рассказывать мне надо времени. Вы строите бизнес, либо вы занимаетесь просто ерундой. Вы тратите свое время, силы, когда приходите в давление и мельте сюда таблетку на патент выпить. На жаре не поднимусь. Правда? Закрыть патент в голосе. Этого делать нельзя. Облегчите свою жизнь. Приглашайте людей, обучайте их правильно. Двигайтесь вместе с ними. Помимо всего у нас есть карьерная лестница, которая на сегодняшний день имеет огромные привилегия. С ранга директор у нас подарок в круиз с руководством. С руководством и лидерами компании от ранга директор. Это будет в декабре. Это его границы на сутки откроют. Это будет, как говорят, Арабский Эмират и Персидский залив. Представляете, что вот круизный лайнер. Три футбольных поля открытых, 17 этажей. Все, что хочешь, целые кроменады, целые. Там даже храмы, церкви, все это есть. Представьте, какая красота. За все это оплачено. С определенного ранга вам начисляется фиксированная ваша зарплата. Ни в одной сетевой компании мира такого никогда не было, не будет. Нам за нашу работу компания платит стабильно 15 числа каждого месяца зарплату. Чтобы вы понимали, с ранга директор где-то в районе 500 евро платится стабильная зарплата. Ранг директор 2 звезды. Вот, Нелли открыла. Вот, смотрите, директор 458 евро, директор 2 звезды. Вот отсюда начинаются самые красивые, так сказать, денежные потоки. Но они сейчас гораздо выше, потому что компании добавляются. У нас, чем больше будет компаний на нашей платформе, то, что Нелли показывала изначально, соответственно, у нас доходность будет больше, потому что компания делится за своей прибылью в нашей компании. И наша компания за прибыль распределяется для всех партнеров. Это будет выше, выше, выше. Вот у меня на сегодняшний день у меня остался один процент до ранга директор 3 звезды. Вот я уже здесь. Спасибо огромное, ребята. Да это все, правда, очень легко. Просто захотеть. И вот такая зарплата ежемесячная. Это если плохо, почти 200 тысяч ты получаешь в любом случае. На закрытии своих долгов кому надо. Но в таком ранге уже долгов не бывает, слава богу. Вот. С этим понятно? И вот у нас есть фиксированная зарплата. И сейчас я покажу стратегию, которую вы должны просто, когда вы все уже сделали, когда вы разобрали человека по элементам. Я почему так долго рассказываю? Потому что я могу просто, так сказать, на маркетинг и уехать. Мне хочется, чтобы сегодня вы, каждый, поняли, что вам нужно делать. Не просто на таран идти, знаете, хватать быстрее стратегов. Да, это тоже как один инструмент в работе. Но, тем не менее, это не есть хорошо. Вы должны каждый человек оставить за собой, чтобы, мало ли какая жизнь ситуация, люди в любом случае пойдут за вами. Понимаете? И нигде не облажаться, чтобы у ваших людей был результат. А наш успех – это результат и успех наших партнеров. Стратегия. Когда вы вот это сделали… Помните? Прямо рисую каждый раз. Вот это ваш фундамент. Это то, что первое должны сделать вы. Каждого человека научить это сделать. Второе что? Это стратегия. Ваша задача – пригласить за… Я показываю, как видите, на миллион за месяц. Да? Сложно будет для кого-то, скажем, если бы так смогут. Но, тем не менее, средняя цифра все равно будет миллион. Вам нужно пригласить тридцать… Ой, прошу прощения. Десять человек. Нужно и тридцать. Десять человек за тридцать дней. Десять человек. Когда вы это сделали, это у вас уже будет пятый человек. Вы же первый, второй, третий поставили. Четвертый. Это будет пятый человек. Вы должны пригласить десять человек за тридцать дней. Это, из такой разобрательной запчасти, это один человек в три дня. Сложно найти. Вот, допустим, смотрите как. Я оплачу вам миллион. Лариса, давайте с вами поработаем. Я вам оплачу миллион. Вы не знаете, чем я занимаюсь. Я говорю, Лариса, что вы готовы сделать, зная вашу жизненную ситуацию, что вы готовы сделать сегодня, ну, для того, чтобы я вам заплатила миллион. Я гарантированно вам оплачу. Вы готовы что делать? Не зная, что я компания «Хронзан». Допустим, я вообще предприниматель. Что вы готовы? Все готовы. Она даже думает, она говорит, «Все готовы». А у меня пойдем загружать ночами? Да. Пойдем. Миллион же можно работать. Как только человек говорит, «Говорите, что можно работать в миллион в сетевом маркетинге». Да? Пирамида. Знаем мы ваши пирамиды? Вот вчера буквально у меня одна женщина сетевик в вашем городе. Я приглашаю Елену Тусличу, но по определенной причине она не может прийти, она говорит, «Давайте сейчас позвоним одной женщине». Она говорит, «Здравствуй, здравствуй. Слышала, ты компания «Краунд Ван»?» Она говорит, «Ой, слышала, мне даже место дали». Как на кладбище. Знаете, «Место дали». Мне дали место. Ну, это лохотрон. Не надо никому ничего давать. Да, да, да. Никому ничего дарить. Никому ничего не продавать, по плату ставить спонсорскую ногу. Забудьте его прямо, как это, знаете, и только когда ты им перекрестил, он все забыл и все простил. Я прямо от вас, знаете, снимаю вот этот вот негатив, чтобы вы никогда никому ничего бесплатно не давали. Понимаете? Важный момент. Очень. Человек говорит, «Я готов делать все». Восемь часов рабочий день. Владислав, у меня контакт-центр. Ты будешь сидеть восемь часов с часами на перерыв. Я тебе надо четыре часа работы в день. Но ты будешь звонить четыре часа, отмечать у меня в базе СРМ, все такое, знаете, ДНС предприятия. Будешь отмечать, кому звонилось, кому не позвонилось, но ты будешь уходить домой раньше, у тебя обед будет за счет меня. Домой привезу тебя я, привезу тебя я. Ну, миллионы заработаешь. Готов работать? Да. Еще бы. Отвели, говорю, сиди дома, Лариса, на диване, открой телефон и делай то же самое. Только в большие разы и на того не буду стоять, мне нужно побежать и выслуживаться. Чувствуете по-другому, да? Но не все готовы принять, потому что люди боятся ответственности. Когда человек выставит рамку, что добеги до сюда, ты получишь зарплату, я встану. Как много лет. Закончишь школу, институт, иди работай, и на пенсию. Иди уходи с работы, ты что, мне полгода осталось до пенсии. Люди всю жизнь идут к нищете. Они заранее заложены на то, что им нужно выслужиться перед государством, перед наемными работниками, да, вот этими, кто дает работу. Им нужно уйти на пенсию. Он ловился, чтобы закончить институт, подарить все годы жизни государству, уйти на пенсию и умереть. Дай Бог, чтобы еще закопали. Я говорю, вот те люди, которые идут к пенсии и потом начинают только свою жизнь, они только сейчас понимают, что они сделали огромную ошибку. Правда? Сожалеете? Сожалеете. Потому что нас с вами этому не учили. Мы кого полюбили, за то, что мы хотели сразу же, правда? Нам жить ни с кем со стороны нельзя было. Сейчас вообще мир интернета 33. Жена под боком, 33 детки пишут, выбирай. Все счастливые, правда? Но даже когда женщина пишет другие мужчины, а муж рядом лежит, с которым все уже надоело, да? Она счастлива, потому что не хватает этой радости. Я почему говорю женское сердце? Потому что каждая женщина, если на вас смотрит в вашем возрасте, вы каждая прекрасная. Вы где-то были молодые, что-то хотели сделать, но не успели, не смогли. У вас сейчас огромная возможность это наверстать. Но сначала себе, потом семье. Не наоборот. Мы как сначала семье, потом себе. А потом привычку вошло. Ходят, как дать по напою. Дайте, дайте. Дайте, дайте. Они же... Тебе вроде жалко, а у них в порядке вещей. Дайте, дайте. Поэтому бабушка оглохла, сделала и дверь не открывает. Абонент на сети. Итак, стратегия. Один человек в три дня. Понятно? Вот кто это выполнит, я вам обещаю. Кто-то выполнит это за месяц, вот сейчас из вас здесь, даже если вы являетесь чьим-то партнером, я вам обещаю, от меня будет очень хороший подарок и все вас как завидуют за сидящие здесь в зале. Вот попробуйте просто сегодня себя сделать счастливыми, потому что единожды рискнув, вы можете остаться счастливыми на всю жизнь. Итак, показываю. Десять человек. Пишем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Рисую солнышком для вашего лучшего восприятия. Все знаю, все предыдущее, что я вам показала, неважно на каком вы пакете. Вы помните, что вы матчинг-бонус, у вас был пятый уровень открытый, вы должны при процессе делать апгрейд. Это в ваших интересах, потому что у вас команда глубже будет, больше и больше людей, и больше активных людей они будут зарабатывать, а вы себе сделали уже на этом пассив. Понимаете, да? Итак, вы приглашаете первое. Десять человек на триста евро. На триста евро. Кто хочет рассчитать на сто, домашнее задание, пошевелите мозгами, дома все распишите, и вы увидите, какие деньги вы можете заработать на сто. Вы можете смотивировать людей на сто. Сто вроде мало, восемьсот уже много. Сделайте на триста. А теперь внимание. Вопрос на внимание, да? Как что ли, когда? Скажите, пожалуйста, это для вас будет пятый человек, прям подсказка. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Потому что это первый, второй, третий, это четвертый. Правильно? Сколько мы получим за приглашение этого партнера, если он ваш личный, если он будет пятый? Он зашел на триста. Вспоминаем цифры. На триста, когда человек заходит, сколько мы получаем? Двадцать семь, пятьдесят четыре, дальше? Сто восемь. Сто восемь. Как вас зовут? Андрей. Молодцы. Сто восемь евро. Правильно? Да. Почему? Один в трем сработал объемный винар. Вы пятый, вы видите, начали расти, что-то делать, у вас пятый человек появился. Хоп! И один в трем. Правильно? Да. Вы получаете с него сто восемь евро. Сто восемь евро. Пригласили шестого, сколько получите? Сто восемь. Сто восемь. И так все последующие, все эти десять человек, вам принесут сто восемь евро. Теперь смотрите. Десять человек умножаем на сто восемь евро, получается тысяча восемьдесят евро. У нас же десять человек, и каждый принес нам по сто восемь евро. В деньгах это будет? Сколько? Девяносто семь двести. Девяносто семь двести. Давайте буду красно писать, продолжать. Ну что, невозможно. Девяносто семь двести. Впечатляющая цифра? Лариса, пойдем со вторым коньяком. Пойдем. Жесть еще лучше стала. Правда ведь? Девяносто семь двести. Мы решили, Лариса, проблему. Ее уже несет. Она уже станет какой? Не станет поиском. Она уже станет? Эмфорией. Хорошо. Ей уже хорошо. Второе. Наши люди пришли в бизнес. Я зову в бизнес. Лариса зовет в бизнес. Нам нужны люди ключевые. Тех, которых мы обучим с нуля. Я всегда говорю. Зайца можно учить курить. Было бы желание. Правда? Ларисы и люди начинают работать. Приглашать тоже людей на триста. Они это сделали. И теперь приходят к стратегии. Десять человек за тридцать дней. Они это повторили. Они получили, как Лариса, тоже по объемному бинару. По сто восемь. Правильно? Они сколько заработали? Давайте были прямо в рублях, да? Сразу писать, наверное, чтоб не было. Они заработали девяносто семь двести. Этот человек так же повторил. Заработал девяносто семь двести. Этот тоже пригласил десять. Девяносто семь двести. Правило трехового. Обучился сам обучить другого обучать. Всегда. Только те шаги, по которым идем мы. Никак ни вправо, ни влево. Иначе не получится. Пусть вот так, но результативно. И так у нас десять человек сделает то же самое, что сделала Лариса. Правильно? Теперь смотрите. У нас уже не десять человек, у нас десять команд. У нас же команды. Этот человек заработал. Вот этот человек заработал девяносто семь двести. С каждого по сто восемь. Правильно? Сколько там? По девяносто семь двести. Он заработал девяносто семь двести. И вы зарабатываете девяносто семь двести. Этот заработал девяносто семь двести. И вы зарабатываете девяносто семь двести. Третий заработал девяносто семь двести. И вы заработали 97.200. И тогда мы умножаем 10 команд на 97.200. В деньгах это будет 972 тысячи рублей. Ребята, сработало такое правило? Ого! Ого! Обучился сам другому обучать. Все, вот она маленькая фишка, которая дает вам огромный результат. Третье. Помните матчинг-бонус, чека-чека наших партнеров. Наши люди с вами что сделали? Заработали 97.200. Каждый. Мы с каждой будем иметь 10%. Это сколько? 9720. 10%. Это 9720. 10% это 9720 с каждого. Итак, у нас 10 человек. Умножаем на 9700. мы получаем 97.200. А теперь все суммируем. Кто-то посчитайте, пожалуйста. Ты считали, пожалуйста? Миллион 166.400. Я не знаю. Миллион 166.400. Так, как... Я уже не считала. Правильно, да? Да, да, да. 400. 400. Ну, я всегда говорю, цифры. Математика любит как точность, поэтому всегда просчитывайте. И вы это считаете вместе со своими людьми. Вот вы считаете, и он с вами рядом считает. Если вы за него будете делать тоже все сами. Это как в сказке. Знаете, в мультике-то. Вы двое зло отца геналктица. Ага. Да? Давай вот это. И все. И в итоге он оказался там, откуда он пришел. Все. Вот эта цифра, это миллион, как можно выйти в миллион за месяц. Сложно? Нет. 10 человек найти на 300 можно? В месяц. Легко. Поднимите руки, возле кого из вас живут миллионеры и прямо ваши друзья. А покажите, перейдите руки люди, которые сегодня вокруг вас есть люди, которые нуждаются просто. Вот вы знаете каждую историю каждой жизни человека. У всех. Что такое 10 человек за месяц на 300? Он покупает себе золотой билет. Из этой суммы компания нам начисляет 70 на 30. Что это значит? Значит, из любой вашей заработанной суммы вам компания начисляет 70% на баланс счета в кабинет на вывод. А 30% они вам дают возможность увеличить ваши краудриверсы. Это ваш пассив, который ежемесячно приносит, ежеквартально приносит вам дивиденд. Они будут больше и больше и больше. Представляете, насколько компания позаботилась о нас с вами, чтобы мы с вами были, как говорится, и волки сыты и овцы целы. Поэтому, мои дорогие, я очень благодарна, что сегодня вы пришли, потратили эти минуты на наше общение. Я надеюсь, что сегодня... Сейчас мы это объявим. Да, да, да. Я благодарю вас, что вы сегодня уделили огромнейшее свое внимание. Вы нисколько не прогадали, потому что вы огромные молодцы, женщины. Вы просто королевы. Знайте себе цену. Знайте себе цену. Поверьте. Мужчины тоже не дурачки. Они не только на красавиц бегут, они и на душу человеческую. Потому что, когда намотают уже круги в своей жизни, они понимают, что лучше Зимки-то никого и нет. Я искренне желаю каждому уральского здоровья, кавказского долголетия и пожизненного проливного денежного дождя. А он у вас будет, потому что с сегодняшнего дня началась промо-акция. И веселые дождя. Ура! 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 Да, мы сделаем результат гораздо быстрее. Как с Наташей, с цветами. Спасибо, дорогая. Конечно. Давайте, допустим, на первую. Давайте, Дина, немножко раскручиваем. Иди секунду. Давайте раскрутим. Я хочу... Наташа, готовься. Как всегда. Я хочу познакомиться с уникальной женщиной, я ее обожаю. Спасибо.